У многих учеников 21-й школы, что в северной части Ульяновска, особая тяга к изучению английского. Во-первых, в этом заслуга педагога Любови Савельевой, которая за 10 лет работы в педагогике успела стать лауреатом нескольких престижных конкурсов. Во-вторых, Любовь Александровна, помимо самих уроков, ведет еще и занятия в Клубе интернациональной дружбы, благодаря чему ульяновские школьники могут общаться со сверстниками по всему миру. Вот 6 лет назад по инициативе губернатора в нашей области стали они возрождаться, и в нашей школе он тоже был возрожден. И на данный момент мы с детьми общаемся с ребятами из 47 стран. Они на очень высоком уровне представляют свою страну. Они имеют возможность посредством английского языка донести до мира ценности нашей культуры, вести пропаганду русского языка за рубежом. Нынешнее поколение детей, они в чем-то похожи, а в чем-то и отличаются от тех, кто учился 10 или 20 лет назад. Отличаются в первую очередь активностью и знаниями в сфере высоких технологий. Иной раз сами могут выступить учителями, шутят педагоги. Современные дети, они много знают. Они действительно много знают. Многие считают, что они мало читают, неправда. Раньше классные часы проходили, если на территории школы и класса, то сейчас современным детям это неинтересно. Современный ребенок, он выведет обязательно и классы, и классного руководителя за пределы школы. Если еще недавно в Ульяновске наблюдался дефицит молодых специалистов, то в последние годы, по данным городского управления образования, ситуацию удалось несколько выправить. В том числе благодаря реализации программ соцподдержки. Это и различные стимулирующие выплаты, и программа губернаторская ипотека, и другие меры поддержки. В этом году у нас на 14 классов первых было больше. И представляете, во все 14 классов к нам пришли молодые педагоги по окончании педагогического университета. Конечно, мы ждем, потому что дети любят работать с молодыми педагогами, им интересно. Они приносят что-то новое, живое, неизведанное для детей и для школы тоже. Помимо мер поддержки педагогов из городского бюджета, на подготовку к новому учебному году было выделено более 43 миллионов рублей, которые пошли на замену оконных блоков, ремонт кровли, реализацию программы «Доступная среда» и другие работы. Игорь Кранцев, Алексей Прохоров, Весть Ульяновск.